МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В настоящее время идет работа уже по открытию лагерей. Организационная комиссия по оздоровлению детей. Я узнала, что надо более внимательным быть на дороге. Инспекторы ГИБДД проводят занятия с дошкольниками. Мы воспитываем любовь к родине, вот именно к малой родине. Детям о традициях и красоте родного края. А сейчас об этих и других событиях подробнее. Лесопарковые зоны и городские газоны занимают более третьей территории Десногорска. Все они служат не только украшением нашего города, но и излюбленными местами массового отдыха десногорцев. В летнее время они требуют особенного ухода. Эту обязанность выполняют службы благоустройства. Чем они занимаются в данное время, мы расскажем в нашем сюжете. Несмотря на то, что весна в этом году поздняя, май отличился достаточно высокими температурами. Все растения распустились просто на глазах. А это добавило работы службам благоустройства. Служба благоустройства на данный момент выполняет работы по благоустройству территории города. Мы выполняем работы по покосу травы. Сегодня приступили к работам по посадке цветов. Также очищаем парковые зоны и ежедневно выполняем работы по очистке автомобильных магистралей города. Через несколько дней, когда цветы примутся, клумбы расцветут и украсят улицы нашего города. Правительство Российской Федерации утвердило изменения в правила противопожарного режима, обязав владельцев земельных участков регулярно убирать мусор и косить траву. Также запрещено выжигать траву и разводить костры рядом с автомобильными и железными дорогами. А правообладатели земель сельскохозяйственного назначения теперь обязаны принимать меры по защите угодий от зарастания сорняками, своевременно косить сено на сенокосах. Постановление опубликовано на сайте правительства. 10 мая на базе первой школы прошел городской семинар по теме «Федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего образования. Первый опыт, проблемы и перспективы». В нем приняли участие 22 педагога. Это директора школ, их заместители, методисты и учителя. Цель семинара – обобщить и презентовать опыт внедрения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов в учреждениях нашего города. Больше всего всех участников семинара заинтересовал опыт коллег первой школы. Десногорские готовятся к детской летней оздоровительной кампании. 17 мая в администрации обсудили организационные вопросы. Подробности далее. Организации эффективной оздоровительной кампании, направленной на укрепление здоровья детей, обеспечение их отдыха и досуга во время каникул – важное направление социальной политики. Поэтому в заседании комиссии приняли участие медицинские работники, сотрудники социальной защиты, представители правоохранительных органов и председатели комитетов образования и культуры. Вёл совещание заместитель главы Десногорска Александр Новиков. В этом году будут работать пять лагерей в две смены на базе четырёх десногорских школ и Дома детского творчества. Эти площадки официально внесены в реестр Смоленской области. В настоящее время ведётся активная работа по их открытию. Готовится документация по приёмке. Всего за летнее время планируют, что пройдут оздоровление в лагерях 600 десногорских детей. За их безопасностью будут следить правоохранительные органы. За каждой площадкой будет закреплён сотрудник полиции. В завершении заседания начальник отдела социальной защиты Злата Бриллиантова отметила благодарственными письмами педагогов десногорских школ, которые оказывали помощь в организации отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Начальник областного УМПД, генерал-майор полиции Василий Салютин встретится с жителями Десногорска. Встреча состоится 23 мая в 15.00 в Центре культуры и молодёжной политики. У жителей города будет возможность задать свои вопросы как представителям областного управления во главе с генералом, так и руководству городского отдела МВД, озвучить самые актуальные и наболевшие проблемы. По окончании мероприятия генерал-майор проведёт личный приём граждан. Предварительно записаться можно по телефону, который вы видите на экране своих телевизоров. Согласно данным статистики, число дорожно-транспортных происшествий с участием детей случается наиболее часто. Чтобы предотвратить несчастье с правилами дорожного движения, малышей в игровой форме знакомят инспекторы ГИБДД. Специальный урок прошёл в детском саду «Мишутка». Сотрудник полиции рассказал ребятам о правилах поведения на дороге. Дети такие же участники дорожного движения, как взрослые и водители. Поэтому они должны хорошо знать правила уже сейчас. Присутствие инспектора ГИБДД дисциплинирует ребят, делает беседу более значимой. Поэтому и правила дорожного движения запоминаются хорошо. Я узнала, что надо переходить только по зелёному цвету и по зебре. Что нельзя переходить через дорогу без взрослых. Я узнала, что надо более внимательным быть на дороге. Я узнала, что если машина едет быстро, то тогда надо остановиться, посмотреть по сторонам. Если уже все машины остановились, то уже можно переходить дорогу. А если не остановились, то нельзя. Уважаемые водители, в преддверии летних каникул убедительная просьба соблюдать правила дорожного движения, не нарушая правила привозки детей. С 22 мая на территории Десногорска проводится профилактическая операция «Внимание, дети!». Цели и задачи направлены на выявление правонарушений, связанных с проездом пешеходных переходов, скоростного режима, перевозки детей. Воспитывать уважение к правилам дорожного движения необходимо уже с детского сада. Это позволит избежать трагедии, когда ребёнок пойдёт в школу и окажется один на один с дорогой. Дан старт второго международного конкурса детских фотографий в объятиях природы. Участие в нём могут принять дети в возрасте от 14 до 17 лет, проживающие в городах расположения российских атомных станций. На фотографиях участников должна быть изображена красота городской и дикой природы, флоры и фауны территорий, расположенных в непосредственной близости от атомных станций. Более подробную информацию о конкурсе можно узнать на официальном сайте администрации Десногорска. 18 мая в Историко-Кровическом музее пройдёт юбилейная праздничная программа «Игря на убал» в рамках акции «Ночь в музее». Также в этот вечер подведут итоги акции «День дарителя». Начинаются мероприятия в 16.00. Народные обряды и обычаи в честь цветущей природы идут от глубокой древности и связаны с праздниками православного календаря. Перед цветым праздником троицы в старину ходили в лес и завивали венки на берёзках. В детском саду «Лесная сказка» каждый год в Дане русским традициям проводится праздник русской берёзки. Развлекательное игровое мероприятие проводится на территории детского сада. Здесь детей встречают сказочные герои, которые просят их преодолеть препятствия, отгадать загадки или продемонстрировать свою ловкость и смекалку. После прохождения всех испытаний ребята пришли к берёзке. Она их встретила, облачённая в русский народный костюм. В этом году на праздник в гости к ребятам пришли заместитель председателя Десногорского совета ветеранов Людмила Захарова и ветеран атомной энергетики Галина Беликова. Берёза – символ красоты русской природы. О ней сложено много стихов, песен, сказок. Существует много старорусских примет. На Руси всегда любили белоствольную красавицу. В своих танцах и песнях ребята постарались передать своё восхищение ею. В мероприятии принимали участие ребята, которые на следующий год будут школьниками. Таким образом, в детском саду «Лесная сказка» прививают детям уважение и любовь к родине, к родной природе и чувство гордости за отчизну. Мы возьмём любовь к родине, именно к малой родине, к нашему детскому саду, к берёзке, которая растёт на этом участке. Дружелюбие, милотердие. Они познают тут всё в этих праздниках. Завершился праздник традиционными русскими пирогами. Это всё, о чём мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими событиями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала. Спасибо за внимание. До свидания.